В Уфе строительство восточного выезда закончат в начале 2024 года. Строительство продолжения проспекта Салавата-Юлаева в Уфе сдвинулось с мертвой точки. В Уфе на подсветку 36 высоток потратят почти 300 миллионов рублей. В Уфе есть музей общества слепых с тактильными экспонатами. Чем он интересен? В середине ноября в Уфе цветут деревья и зеленеет трава. Это нормально? Радий Хабиров утвердил гранты за патриотическое воспитание в школах Башкирии. В Москве проходит международный форум «Транспорт России», на котором Башкирия представила значимые для себя проекты. Делегацию республики возглавил Радий Хабиров. Так глава региона доложил вице-премьеру России Марату Хуснулю на ходе работ на восточном выезде. Также Радий Хабиров рассказал о модернизации трассы Р-240 у Фааренбург. Глава Башкирии поведал, что участок от Сертамака до Зергана является аварийным, с очень плотным потоком. Поэтому было принято решение расширить трассу Р-240. Положительный эффект от этого почувствуют жители сразу трех городов, отметил Радий Хабиров. Там сразу почувствуют на себе влияние этой дороги. Более понял меня не человек. Жители Сертамак, Салават и Шимбаев, соответственно, вот этого куста. Поэтому попробуем все-таки добиться того, чтобы было финансирование, чтобы в следующем году мы были. Радий Хабиров добавил, что Башкирия на хорошем счету у правительства России. Выполняет все поручения и двигается ровно. У себя в соцсетях он написал, что республика постоянно формирует перспективные проекты в дорожной сфере и продолжает работать в этом направлении. В Уфе строительство продолжения проспекта Салавата-Юлаева сдвинулось с мертвой точки, сообщила мэрия столицы. Власти города утвердили проекты межевания и планировки территории. Речь идет о продолжении магистрали от улицы Боязита-Бигбая до улицы Интернациональной. Удлинять проспект Салавата-Юлаева планируют в три этапа. Проект продолжения улицы выполнила московская компания Институт Гипростроймост за 167 миллионов рублей. Сроки работ пока не уточняются. В Уфе на подсветку 36 высоток потратят 296 миллионов рублей. Речь идет о многоэтажных домах на улицах Айской, Бокалинской, Менделеева, Октябрьской революции, а также на проспекте Салавата-Юлаева. Первые три дома на улице Закивы-Лидии проспекте Салавата-Юлаева светят уже до 22 декабря 2023 года. Оставшиеся – до 30 июня 2024 года. Работы финансируют из бюджета республики и города. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 1 декабря. Здесь черная мазь имеет побольше кружочек, есть поменьше. Эти шашки – одни из 80 тысяч экспонатов Уфимского музея общества слепых. Тут собраны инструменты, которыми пользовались незрячие в разные годы. История музея началась в 1991 году, а вот само общество слепых появилось гораздо раньше. Были мастерские в 50-х годах, в 90-х годах они все преобразовались в учебные производственные предприятия. Получается, вот в Били-Би, Белорецке, в Стерна-Тамаке и в городе Уфе были уфимские производственные предприятия. Всероссийское общество слепых, где трудились незрячие люди. Люди с инвалидностью производили детали для автомобилей, запчасти для бытовой электроники, одежду и многое другое. Все они успешно работали и зарабатывали. После 2000-х заводы перешли в частную собственность, и теперь там есть квоты на рабочие места для незрячих. Но былого масштаба уже нет, признают сотрудники Уфимского музея. Уфимский музей Всероссийского общества слепых по-своему уникален. Таких по всей России осталось только три – в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. Музеи, где рассказывают о жизни слепых, конечно, есть и в других городах, но там это частные, а не государственные учреждения. А человек, попав в беду, он не должен один на один оставаться. Он должен выйти в люди, он должен общаться, и он должен найти себя в другой сфере. То есть в музее мы проводим различные мероприятия. Инвалиды, посетители общаются между собой, то есть идет реабилитация. Музей общества слепых отличается от обычных. Здесь все экспонаты тактильны. Потрогать можно практически все. Кроме того, тут любой зрячий может ощутить, каково это – не видеть мир. Сотрудники помогут вам освоить основы написания и чтения по Брайлю, принцип работы пишущей машинки для слепых и другие инструменты, которые были необходимы слепым до появления смартфонов. А, это у нас верхний левый угол. Экскурсия по музею совершенно бесплатна. При этом тут можно прикоснуться к уникальным экспонатам. Это дневники и документы, оригинальные предметы быта, а также атрибуты с Паралимпиады 2014 года. Музей общества слепых находится по адресу Кирова, 47, и работает с понедельника по пятницу с 10 до 18.00. Посетить его может каждый желающий совершенно бесплатно. Алсу Гумерова, Руслан Габидулин, телеканал ЮТВ. Погода не перестает удивлять уфимцев. За две недели до начала зимы на небольшой аллее на улице Аксакова зацвели яблони. Ролики с этим явлением начали собирать тысячи просмотров. Жизнь растений теперь затаилась в этих странах, обрубках и тверь. В комментариях пользователи связали это событие с последствиями глобального потепления. Привычный нам климат на наших глазах как бы навсегда уходит в историю. Ну, эра кипения, очевидно, что это просто громкое слово. Но действительно, вот события с более частыми волнами жары, как в Европе в этом году, как на Ближнем Востоке, они будут все чаще, и температуры во время таких волн жары будут все выше. Из-за аномально теплого ноября с плюсовой температурой на городских улицах зеленела трава и набухали почки. Растения, животных, которые привыкли жить, периодичность циклов жизненных, они запрограммированы. И некоторые организмы, которые привыкли жить в нашем климате, у них, чтобы весна началась, им нужно сильно замерзнуть. Но если яблони зацвели сейчас, то стоит ли ждать их цветения, когда наступит уже календарная весна? Конечно, они не зацветут, потому что то, что они приготовили в течение лета на следующий год, они уже это использовали. Напомним, что по данным Всемирной метеорологической организации, 2023 год, скорее всего, окажется самым теплым. А октябрь этого года стал наименее холодным. За всю историю наблюдений это пятый месяц подряд с рекордно высокой температурой. Глава Башкирии Радихабиров подписал указ об учреждении с 2024 года грантов за лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию в школах республики. Ежегодно будут распределяться по 10 грантов, по 500 тысяч рублей каждый. До декабря правительство республики поручено утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидий из регионального бюджета, а также предусматривать эти выплаты при формировании проектов бюджета. Гранты будут распределяться по результатам конкурсов, которые организуют Министерство образования и науки Башкирии. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова